Улица Рамбла – самое любимое место туристов, прогулочный бульвар. Тут можно посмотреть на выступления актеров, мимов, посидеть в кафе и купить сувениры. По проезжей части улицы с разных сторон расположены театры и музеи. Гора Манжуик здесь есть некоторые музеи Барселоны, постройки Всемирной выставки 1929 года. Множество садов и парков для прогулок. Посмотреть на весь город, можно со смотровой площадки находящейся тут. Спускаясь с вершины холма, по пути будут встречаться ботанические сады. Добраться на гору можно на автобусе, а еще интереснее по канатной дороге, которая протянута из старого города. Готический квартал – это древняя часть города, существующая со Средневековья. Окунуться в атмосферу былых лет, сделать фото от римского периода до наших дней. Здесь можно увидеть дом архидиакона, епископские дворец и многое другое. Кафедральный собор – это религиозный центр Барселоны. Строить его начали в 1298 году, в честь памяти святой Иулалии. Здесь находятся мощи Рамона Берингера одного и великомученицы Иулалии. Увидеть 13 белых гусей, гуляющих тут. По легенде эти гуси охраняют покой жителей церкви. Гуляя по городу, встречается много всего интересного, на что можно посмотреть. Парк аттракционов Тибидаба расположился этот парк на горе, которая так и называется – Тибидаба. Тут большое количество аттракционов, как для взрослых, так и для детей. Есть здесь колесо обозрения – аттракцион свободного падения. Можно проехать в открытой кабинке на огромной высоте, большие качели и многое другое. Чтобы перевести дух от захватывающих каруселей, стоит сходить на детскую площадку. Она находится, если пройти мимо обзорных площадок от Храма Святого Сердца. На площадке есть различные игровые зоны и горки. Недалеко от детской площадки есть зона для пикников. Здесь стоят лавочки, столы и все необходимое для отдыха. Есть камеры хранения. В парке также проводят концерты и шоу. Немного о правилах посещения парка. Нельзя приходить с животными. Стеклянную посуду тоже проносить запрещено. Детей без сопровождения родителей, на некоторые аттракционы могут не пустить. Входной билет сохранять до конца посещения. Аквапарк Остров Фантазии он делится на несколько зон. Ближе к выходу – зона для вечернего и ночного отдыха. В аквапарке есть несколько разных горок от 10 до 18 метров высотой. Есть бассейн-сад удовольствий, он вмещает в себя около 1400 человек. Его можно арендовать для ночных праздников. Устроить соревнования, можно на главных горках аквапарка Мегатаус и Рапидес. Зоопарк города здесь можно посмотреть не только на простых животных, но и на редких. Условия у зверей тут приближенные к природным. Для хищников создан маленький лесок с замысловатыми рельефами и площадками. Тут можно погладить пингвинов, больших черепах. Животные, которые любят тепло, находятся под открытым небом. Для опасных зверей сделаны большие стены из оргстекла. Гуляя по зоопарку, создается впечатление, что животные гуляют рядом. Рынки Меркодилла Винтаж – это самый известный рынок в городе. Здесь можно найти коллекции дизайнеров прошлогодних сезонов, аксессуары, картины и другое. Работает он не каждый день, а в первое воскресенье месяца. Любителям винтажа, есть еще один рынок. Тут можно найти что-то интересное и необычное. Находится он в районе Ровал на улице Рьера Бейха. Открыт каждую субботу. От памятника Колумбу, до конца улицы, находится рынок. Тут приобретают ювелирные украшения ручной работы, домашние изделия, одежду и многое другое. Режим работы – выходные. Именно за покупками стоит приезжать с начала июля до конца августа, или с января по конец февраля. В эти периоды можно купить вещи известных брендов в три раза дешевле. За две недели до окончания скидок, цены могут упасть до 80%. Это происходит с середины февраля и августа. Такие скидки есть не только в аутлитах, но и в магазинах. В центре города множество разных магазинов, от Zara до Channel. Торговый комплекс Diagonal Mar в нем находится около 150 магазинов. Купить здесь можно электронику, стильную одежду, аксессуары и другое. Детишек в безопасности можно оставить, на специально отведенной детской площадке. В Барселоне множество всяких магазинов, аутлетов, торговых центров. Без покупки никто не останется. В какое время года лучше поехать для отдыха на пляже, лучшее время лета – начало осени. Нежелательно ехать туда в августе. В этот месяц здесь очень много туристов, высокие цены, и слишком жарко. В середине сентября и начало октября. Тут меньше отдыхающих, отличная погода, море теплое. Апрель и май подходит для прогулок по городу и просмотра достопримечательностей. В зимние месяцы в Барселоне холодно и большая влажность. В любое время года, в Барселоне каждый найдет отдых на свой вкус. Ставь лоб. Ставь лоб.